У городской администрации появились дополнительные рычаги воздействия на правонарушителей. С 1 января 2019 года, согласно решению Ивановской областной думы, 11 ОЗ дополнен новыми составами правонарушений, предполагающих административную ответственность. Полномочиями для наведения порядка в областном центре наделен муниципальный орган. На протяжении нескольких последних лет там было несколько составов, по которым муниципалитет работал. Это и вывески, это перевозка грузов и загрязнение окружающей территории транспортом, это самовольное занятие земель муниципальных, это торговля несанкционированная. То есть эти статьи были, и по ним муниципалитеты работали, и протоколы составляли. Сейчас вводится ряд новых составов. Неочистка от снега кровель нежилых зданий и сооружений, складирование строительных материалов на территории муниципалитета, стоянки автомобилей на газонах и детских площадках, установка несанкционированных шлагбаумов во дворах. Все эти проблемы были всегда, а вот способа навести порядок не было. Теперь есть. Главное, чтобы рычаг воздействия не превратился в оружие. Первые несколько месяцев я буду сам лично смотреть, какие штрафы выписываются, за что, чтобы избежать какого-то неправильного применения этого областного закона, потому что серьезные у нас появляются, конечно, рычаги воздействия и на физических лиц, и на предприятия. Но что хочется сказать, что если кто-то будет не согласен с мирой административного воздействия, которую наложит муниципалитет, то может всегда обращаться ко мне. И, конечно, есть еще все равно надзорный орган прокуратуры Ленинского района, который в любом случае даст правовую оценку произошедшему. Без дела в городе инструмент на ведение порядка не останется. Первые рейды по пресечению административных правонарушений пройдут в областном центре уже на этой неделе.